Здравствуйте, это программа «Итог недели» и по традиции этот самый итог мы подведем с председателем правительства Приморского края Верой Щербиной. Вера Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вера Георгиевна, голосование за благоустройство общественных пространств в Приморском крае продлится до 30 апреля. Осталось времени совсем немного. А за то время, которое уже действует этот проект, насколько активно голосуют приморцы и есть ли уже статистика, сколько приморцев оставили свои голоса на платформе загородсреда.ру? Я хотела бы, пользуясь случаем, привлечь внимание всех жителей Приморского края, что надо проголосовать за те объекты, которые их интересуют, те, которые находятся на их территории. В прошлом году, по итогам года, у нас голосование приняло участие 212 тысяч человек. На сегодняшний день это 148 тысяч человек. До 30 апреля, как вы сказали правильно совершенно, будет голосование, еще есть время, но нужно поторопиться, потому что на основании этих голосов как раз будут приниматься управленческие решения по финансированию объектов, которые наберут большее количество баллов. А какие территории в Приморском крае являются лидерами по активности населения в этом голосовании? И почему именно люди с этих территорий голосуют активнее всего? Вы знаете, как ни странно, наиболее активные у нас даже не города, это Харольский муниципальный район, это небольшие города, такие как Дальнереченск, Затафокино, Чугуйский городской округ, Спаск дальний. Ну и находка в этом году тоже у нас выбилась в лидеры, но как-то немножко отстает Владивосток, Уссурийское. Я считаю, что как-то негоже крупным таким городам не участвовать в голосовании, я думаю, что нужно. И лидеры по голосам вот на сегодняшний день, это сквер по улице Краснозаменная, город Уссурийск, это сквер по Борисенко в городе Владивостоке, это площадь Ленина в городе Артеме, это сквер в Ливаде. Вот они сегодня имеют большее количество голосов, но имейте в виду, что голосование еще не закончилось, поэтому нужно вовлечь еще и всех заинтересованных, чтобы проголосовали за тот проект, который вы считаете наиболее важным. Ну точно такое же голосование в Приморском крае было и в прошлом году. А вот какова судьба объектов, за которые приморцы проголосовали тогда, в 2023? Начались ли там работы? Есть ли реальные примеры, как идет благоустройство на выбранных объектах в 2023 году? Однозначно работы начались, финансирование предусматривается как раз под эти объекты победителей. И вот у нас работы начались, например, парк Восток, город Арсеньев, видовая площадка и сквер в городе Находка. Находкинцы, видите, активно как участвуют. И победитель всероссийского конкурса, который проводился у нас здесь и присутствовал здесь Мишустин Михаил Владимирович в прошлом году. Это благоустройство рекреационной зоны Руслореки-Озерные ключи в городе Артеме. Это крупный объект, на котором ведутся работы, но в силу того, что такие устойчивые температуры только начинаются у нас, поэтому эта работа будет более активно вестись как раз в весенний и летний период. А объясните, разъясните нам, жителям Приморского края, механизм финансирования этих проектов. Откуда берутся деньги, как все это оплачивается? Ну, комфортная городская среда, вы знаете, что это национальный проект. И национальный проект финансируется из федерального бюджета. Естественно, мы выделяем свои собственные ресурсы, но и органы местного самоуправления тоже выделяют средства местного бюджета. Но мы все заинтересованы в том, чтобы наши города, населенные пункты, села и поселки выглядели достойно, чтобы они были благоустроены. И хочу сказать, что в текущем году на эти цели у нас в бюджете 2,7 миллиарда рублей. То есть немало. Это 24-й год. Это да. И из них 1,4 миллиарда – это федеральный бюджет. И чуть поменьше 1,3 миллиарда – это наш краевой бюджет. Ну, согласитесь, это суммы солидные. Кроме того, к этим суммам еще и дополняются средства местного бюджета. Средства все, как правило, передаются органам местного самоуправления, поскольку они являются заказчиками. Там проходят торги. Активно вовлекаются управляющие компании, товарищества собственников жилья. Мы сейчас еще работаем даже с жилыми домами, которые не являются муниципальными. Это и военные городки. То есть они тоже у нас активные участники наших многих программ. И вот там, где активные жители, они также получают от нас финансовые ресурсы. Вера Георгиевна, вы озвучили цифру около 2 миллиардов рублей на весь проект, со всех трех источников. Федеральный бюджет. Почти три. 2,7. Почти три. На весь Приморский край. Означает ли это, что количество проектов, которые будут благоустраиваться, которые будут реализовываться, их ограниченное число ровно под эту сумму? Вот здесь, наверное, конечно, все будет именно под эту сумму. Но там, когда у нас даже есть победители по разным и по другим программам, и когда средств не хватает, мы тогда добавляем еще финансовые ресурсы в течение года, поскольку конкретно на объект на этот есть уже какие-то сметы. А по некоторым объектам, тогда, когда они разрабатываются, эти сметы, то уже в ходе исполнения мы добавляем, как правило, свои денежные средства. Но те объекты победителей, они однозначно должны быть реализованы в полном объеме. А что будет с остальными нашими программами по благоустройству? Я имею в виду «Тысяча дворов», «Твой проект», «Тосы». Будут ли они продолжаться? Эти все проекты, они перекликаются между собой. И самая главная цель, которую мы перед собой ставим, когда мы запускаем эти проекты, это вовлечение граждан. Управление государством, как мы говорим, управление финансовыми ресурсами, это не что иное, как управление бюджетом, поскольку нам диктуют условия граждане, которые выбрали те или иные проекты. «Тысяча дворов», я хочу напомнить, это губернаторская программа, и мы уже давно перешагнули этот... За тысячу? Конечно, но он сейчас условно так «Тысяча дворов» и называется, но у нас только в этом году будет 330 дворов, только в этом году. Так мы кроме дворов сейчас общественное пространство, парки, скверы, это же тоже их немало, и они даже дороже, чем дворы. Это как раз для семейного отдыха, то есть все эти объекты у нас здесь есть. Инициативное бюджетирование – это тоже открытость бюджета. И я хочу еще раз напомнить, пользуясь случаем, что по открытости бюджета мы лидеры в Российской Федерации, поскольку количество людей, которые привлекли мы для голосования по инициативному бюджету, и там проекты по 3 миллиона рублей, значит, все они исполнены. С этого года мы запустили еще один проект «Молодежный бюджет», и там у нас голосуют старшеклассники за проекты, которые они нам предлагают. То есть мы вовлекаем сейчас ребят, хотя им еще нет 18 лет, они 18 лет могут уже устроиться на работу и участвовать непосредственно в создании тех или иных, даже общественных пространств. Но сейчас ребята имеют такую возможность выбрать. Мы, конечно же, такие проекты будем поддерживать и впредь. Вера Георгиевна, и прошу вас подвести традиционно итог недели. Итог недели у нас в этом году получился международный. У нас состоялась встреча с Генеральным консулом Китайской Народной Республики. Мы как раз сверяли часы, мы обменивались мнениями, какие проекты у нас реализуются на территории края, каким опытом может поделиться с нами Китайская Народная Республика и так далее. Следом у нас белорусская делегация, во главе с чрезвычайным полномочным послом, Крутым Дмитрием Николаевичем. Здесь тоже мы смотрели все наши взаимовыгодные проекты, которые мы реализуем. Ну и у нас на этой же неделе побывала министр образования КНДР. И я хочу сказать, что это не только деловые связи, это и вот такое наше партнерство, социальное партнерство, которое мы также продолжаем развивать. Вера Георгиевна, спасибо вам за беседу. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова